Воспитание и этикет Воспитание и этикетки Воспитание и этикетки Воспитание и этикетки Воспитание и этикетки служит примером для детей, которые обязательно копируют поведение родителей, став взрослыми. Принцип второй. На едине и на людях относитесь друг к другу с максимальным уважением. Ради сохранения прочных отношений и чтобы щадить чувства близких людей, не следует откровенничать с соседями, с посторонними, посвящая их в интимные подробности, семейные проблемы или неурядицы. Далее принцип третий. Супруги не должны посещать или устраивать у себя в доме светские мероприятия, предварительно не посоветовавшись друг с другом. Если ваш муж страстный любитель гольфа и не пропускает ни одного матча, вряд ли разумно устраивать дома детский праздник, когда начинается чемпионат страны по этому виду спорта. Если вы принимаете приглашение на вечеринку от имени вас обоих или жаждете провести торжество у себя дома, то заранее удостоверьтесь, что ваши намерения не нарушат планов супруга. Говоря об общих обязанностях, совместном имуществе или взаимных чувствах, обязательно воздавайте должное вашей второй половине. Если вы чаще будете пользоваться местоимением «мы», это станет залогом крепкой любви, духовной близости и согласия. Есть определенные аспекты жизни, которые являются сугубо личными. Ни один из супругов не вправе посягать на свободу другого человека, бесцеремонно вторгаться в духовный мир спутника жизни, если тот его ревностно оберегает. Категорически недопустимо читать СМС и проверять список звонивших в мобильном телефоне. Ни в коем случае нельзя вскрывать и личные письма, адресованные другому супругу, как и посторонним людям тоже. Подслушивать телефонные разговоры или беседы личного характера, не предназначенные для чужих ушей. Не следует ждать и тем более требовать от вашего супруга или партнера, чтобы он делился с вами самым сокровенным теми мыслями или рассказывать обо всех событиях своей жизни, как бы вам этого не хотелось. Для сохранения прочного брака очень важно, чтобы у каждого из супругов была возможность время от времени побыть одному. Иногда членам семьи полезно отдохнуть друг от друга. У каждого должны быть и собственные интересы. Еще один пункт, требующий дополнительного внимания, это взрослые дети в семье. Для удачного развития взаимоотношений родителям и детям следует ясно представлять себе, чего именно они хотят и в чем заключаются их обязанности. Даже если в семье царит согласие, время от времени обязательно возникают ситуации, когда атмосфера накаляется, а дружеское расположение и выдержка родственников испытываются на прочность. Чтобы недовольство мелочами и пустяковые претензии не перерастали в крупные проблемы и неприятности, жизненно важно постоянно обсуждать возникающие вопросы. Есть несколько основополагающих проблем, которые родители и взрослые дети должны обсудить в первую очередь с полной серьезностью и ответственностью. Решите финансовые вопросы. Ребенок школьного возраста в материальном отношении находится на полном иждивении у родителей. Тот же, кто уже вырос и начал зарабатывать на жизнь, должен внести посильный вклад в семейный бюджет, частично платить за квартиру, взять на себя транспортные расходы, выносить свою долю в оплату продуктов питания, оплачивать счета за свои телефонные переговоры, распределить и домашние обязанности. Ведь взрослому ребенку, который по привычке считает, что родители должны стелить его постель, готовить ему еду и стирать его одежду, следует напомнить, что он не является гостем в этом доме. Когда взрослый ребенок сам становится отцом или матерью, жизненно важно определить компетенцию всех членов семьи в вопросах воспитания малыша. Молодым родителям, бабушкам и дедушкам следует достичь согласия по главным вопросам воспитания. Дети должны жить в стабильной и спокойной обстановке. В наше время из чисто практических соображений, не связанных со здоровьем, многие пожилые родители перебираются ко взрослым детям. Проживание в одном доме старшего и младшего поколения семьи очень удобно, при условии, что все члены семьи соблюдают правила хорошего тона. Необходимо договориться и придерживаться основополагающих принципов совместного проживания, которые аналогичны таковым при возвращении и взрослых детей в родной дом. Если родственники живут бок о бок, это не дает им право фамильярно вести себя, вмешиваться в личные дела или требовать особых привилегий. Например, если бабушка живет с вами под одной крышей, это не значит, что в ее лице у вас появилась бесплатная няня или домработница. Перед распределением обязанностей целесообразно обсудить два очень важных принципа, которые на первый взгляд могут показаться взаимоисключающими. Первый гласит, все присутствующие являются независимыми взрослыми людьми и обладают неотъемлемыми правами, которые следует уважать. Второй принцип заключается в следующем. Чтобы обрести мир и согласие, необходимо ограничивать свою свободу и идти на взаимные уступки. Совместная жизнь будет благополучной, только если она основана на взаимопонимании и уважении. Особенно актуален этот совет, когда идет речь о совместном проживании и общении с родственниками супруга или супруги. Ведь что говорить, не секрет, что после свадьбы каждый супругов получает в приданное еще одну семью родственников по супружеской линии. Более того, две группы людей, которые могут быть совершенно непохожими по составу, культурному уровню, но по независимым от них обстоятельствам объединяются в большую многочисленную семью, это сложно. В каждой из семей существуют собственные, давно сложившиеся обычаи, традиции, надежды. И даже если люди в обеих семьях объединены общей культурой или из одного социального слоя, они все равно разные. Поэтому каждая сторона должна быть готова приспосабливаться и идти на компромисс. Пожалуй, самый лучший способ, позволяющий жить в мире и согласии, придерживаться политики не в вмешательство. Несмотря на популярные анекдоты о зловредных тещах, вмешиваются в чужие семейные дела не только мать жены, но и другие родственники любого пола и возраста. Однако избыток советов и критических замечаний, особенно недоброжелательных, может нарушить хрупкий мир в неокрепшей молодой семье. В большинстве случаев самое разумное – проявлять терпимость и уважать право других людей на иной образ мыслей и иные поступки. Постарайтесь, если это вам удастся, не искать подтекста или скрытого смысла в замечаниях, которые вам делают в повседневной жизни. Вежливо выслушайте совет, пусть и не прошенный, устраните возможное недопонимание. Если окажется, что вдруг вы неправы, ну что ж, извинитесь. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы разрешить проблему как можно быстрее. Только не копите обиды и взаимные претензии. Тем более мелкими покажутся все обиды или недоразумения, если вдруг случаются события, гораздо более значимые по своей важности, перед которыми мелочи отступают. Рано или поздно наступает время, когда пожилые родители или родственники начинают болеть, становятся инвалидами или оказываются больше не в состоянии вести привычный образ жизни. В такой ситуации остальным членам семьи приходится принимать непростые решения об оказании им медицинской помощи, обеспечении ухода или об изменении места жительства. В любом случае, каждый член семьи имеет определенные обязательства по отношению к пожилому родственнику. К нему следует независимо от своего настроения относиться с уважением и терпением и вести себя с ним дружелюбно и милосердно. Вот несколько рекомендаций, как себя вести по отношению к пожилым или больным родственникам. В первую очередь, регулярно навещайте, пишите или звоните. Личные посещения – это всегда особенно приятно, но если вы пошлете несколько открыток, лишний раз позвоните по телефону или напишите письмо, это приободрит пожилого одинокого человека и покажет, что вам не безразлична его судьба. Постарайтесь приходить или звонить регулярно. Если по каким-то причинам вам придется отменить визит или перенести его на другой день, обязательно позвоните и, если можно, предупредите родственника лично. Во время своего посещения учитывайте физические возможности родственника. Иногда просто вашего присутствия достаточно, чтобы поднять пожилому человеку настроение и утешить его. Привлекайте детей к уходу за престарелыми родственниками. Берите их с собой. Пусть они сделают несколько рисунков или напишут пару открыток. Если же вы живете слишком далеко, то предложите детям старшего возраста или подросткам написать письмо или позвонить больному. Объясните детям, что им предстоит увидеть, доступным их пониманию языком. И не обращайтесь с пожилым человеком, как с несмышленым ребенком. Физическую немощь не следует отождествлять с умственной или психической деградацией. Если родственник помещен в медицинское учреждение, поговорите с персоналом. Узнайте о его состоянии и о динамике болезни. Спросите, чем вы можете помочь. Разговаривайте с персоналом вежливо и уважительно, но будьте внимательны. Постоянно держите всех членов семьи в курсе событий. Можно использовать практику поочередного извещения родственника в экстренном случае, которую принято называть семейный телефон. Эта схема предусматривает, кто кому звонит, если нужно оперативно сообщить близким об изменении в состоянии больного родственника. Как правило, когда мы счастливы, мы не заботимся об этикете. Правила тактичного поведения возникают как бы сами с собой. Этикет становится важным в спорных ситуациях. Болезни – дело неприятное. Но еще неприятнее потеря, причем даже не в прямом физическом смысле. Я имею в виду потерю одного из членов семьи, при том, что он остается живым и здоровым. А точнее, как вы уже, наверное, догадались, я имею в виду развод. Супружеская пара принимает решение либо официально оформить фактор сторожения брака, либо расстаться по обоюдному согласию в соответствии с взаимной договоренностью. В обоих случаях цель этой процедуры – начать жить отдельно, пытаясь решить накопившиеся проблемы и иногда лелея надежду на примирение в будущем. В такой ситуации кто-то из супругов съезжает с общей квартиры или покидает дом, забрав свои вещи. Однако никаких изменений во владении совместным имуществом, в том числе недвижимостью, пока не происходит, если только супруги не обговорят такую возможность. Каким бы ни было решение о месте жительства супругов, вся ситуация связана с чрезвычайно сильным психологическим напряжением и стрессом, особенно для детей. Если это возможно, родители должны вместе поговорить с детьми и в доступной форме объяснить им, что происходит и почему мама и папа больше с ними не живет. Это следует сделать до фактического разъезда. В понимании детей расставание и развод – это одно и то же. Для них такое событие означает конец привычного существования. Родители не должны вселять в них ложные надежды. Но крайне важно быть честными по отношению к детям. Старайтесь никогда не вовлекать детей в конфликты, сути которых они не понимают. Независимо от возраста ребенка, нельзя требовать от него, чтобы он выбирал, кого он больше любит, или использовать его как оружие для сведения личных счетов супругам. По мере возможности попытайтесь хотя бы отчасти сохранить привычный уклад жизни. Бывший супруг не должен превращаться и в бывшего родителя. Как и официальный развод, расставание родителей очень травмирует психику ребенка. Он видит в этом событии угрозу своей стабильности и своему благополучию. В таких обстоятельствах следует уделить особое внимание укреплению его связей с близкими родственниками, например, с бабушкой или дедушкой, или с другими членами семьи. Родители, которые перестали жить вместе, не должны забывать о чувствах ребенка, особенно в переломные моменты его жизни, которые по времени совпадают с мучительным периодом расставания или развода. Дети испытывают очень сильный стресс, если к моменту распада семьи им предстоит вступить в новый период своей жизни, например, пойти в детский сад, поступить в школу, а подросткам окончить школу и подготовиться к взрослой студенческой жизни в ВУЗе. Людей, чьим мнением и привязанностью вы дорожите, следует по возможности извещать о предстоящем разводе лично. Да, говорить на эту тему подчас бывает нелегко, но вам все равно рано или поздно предстоит взять на себя эту трудную миссию. Ведь в сложной жизненной ситуации именно от родственников и близких друзей вы сможете получить столь необходимую вам помощь и поддержку, а также ценные советы как во время бракоразводного процесса, так и после него, когда вы останетесь с суровой действительностью один на один. Детям, как я уже упоминала, следует первым сказать о вашем предстоящем расставании или официальном разводе, независимо от их возраста. Эта информация должна исходить непосредственно от вас. Истинно любящие родители не поручают другим лицам сообщать такие вещи своим близким. Это их личная обязанность. Самый лучший вариант, если оба родителя откровенно поговорят с детьми в доступной форме, объяснят им ситуацию и заверят их, что мама и папа по-прежнему их любят и всегда будут любить. Но одной беседы недостаточно. Детям любого возраста, маленьким, подросткам и уже совсем взрослым, требуется много времени, чтобы привыкнуть к мысли о разлуке с кем-то из родителей и адаптироваться к новым обстоятельствам. Родителям надлежит исчерпывающе и откровенно отвечать на все возникающие у детей вопросы. Им следует помнить, что даже самые маленькие дети отличаются чутким восприятием. Они всегда чувствуют малейшую натянутость и напряженность в отношениях между родителями. Необходимо дать им возможность излить душу, поделиться своими чувствами и опасениями с близкими людьми. Родители должны известить о своем разводе всех лиц, так или иначе общающихся с ребенком, няню или сотрудника детского сада, учителей и родителей друзей. Люди, которые много времени проводят в обществе ребенка младшего или подросткового возраста, иногда лучше других могут заметить тревожные признаки неблагополучного психического состояния – капризы, непослушания, депрессию. Поскольку с родителями бывшего мужа вас по-прежнему связывают дружеские отношения, вы можете продолжать делать им подарки к праздникам, если хотите. Однако подарки не должны быть такими же дорогими, как те, что вы преподносили до развода. Лучше выбрать что-то более скромное. Если родственники бывшего супруга не ждут от вас подношений, то можно ограничиться поздравительной открыткой с несколькими теплыми словами в их адрес. Правда, в этой ситуации обе стороны должны сознавать, что ваше семейное положение радикально изменилось, и поэтому не удивляйтесь определенным переменам в характере взаимоотношений и поведении остальных родственников. На работе важно соблюдать осмотрительность. Благоразумие и умеренность в проявлении чувств – вот непреложные достоинства в деловой обстановке. Если вам вдруг зададут бестактный вопрос, отвечайте сдержанно, кратко, особенно если коллеги тоже знакомы с вашим бывшим супругом. Не следует испытывать дружеские связи на прочность или тратить рабочее время на обсуждение сугубо личных проблем. Трудные или затяжные бракоразводные процессы порой отнимают много душевных и физических сил, что может негативно сказаться и на производительности труда. Даже при разводе по взаимному соглашению требуется много времени на встречи с юристами, оформление необходимых бумаг и на визиты в суд. Вряд ли из личной симпатии или сочувствия к вам сослуживцы будут долго мириться с вашим продолжительным отсутствием на рабочем месте и с необходимостью выполнять ваши служебные обязанности. Поэтому советую тщательно подойти к планированию своего рабочего графика и не слишком часто отпрашиваться с работы. Можно сообщить о предстоящем разводе самым близким друзьям, попросив их рассказать об этом остальным. Так будет легче. Однако следует помнить, что эта новость может обойти кого-то стороной. Встретив человека, который пока не в курсе последних семейных событий, ведите себя естественно и спокойно. А на вопрос «А как поживает, к примеру, Джон?» можно ответить «Мы теперь в разводе, но я совсем недавно говорила с ним по телефону, у него все в порядке». Не следует акцентировать факт развода. Неучтиво в ответ на обычный вопрос громко восклицать «Ах, разве вы не слышали? Мы же развелись!» Это поставит собеседника в неловкое положение. Ему будет неудобно, что он ничего не знал. В беседе со знакомыми или посторонними людьми нельзя допускать также уничижительные замечания в адрес бывшего супруга или нелестно отзываться о вашем браке. Это создаст щекотливую ситуацию. Впервые услышав о состоявшемся разводе, любой друг или хороший знакомый захочет выразить свое сожаление по этому поводу. Обычно в таком случае принято говорить «мне очень жаль». Воспринимайте подобные соболезнования спокойно. Собеседник или собеседница могли иметь в виду, что они расстроены, что ваш брак распался. Возможно, им хотелось выразить сочувствие по поводу того, что вам пришлось пережить. Не следует оправдываться или занимать оборонительную позицию. Лучше всего отреагировать следующим образом. Благодарю вас. Наверное, все к лучшему. Я потихоньку привыкаю к новой жизни. Деликатный человек сразу поймет, что вам не хочется подробно обсуждать случившееся и сменит тему. Каковы бы ни были ваши чувства, следите за своей речью. Не следует отпускать нелестные замечания в адрес бывшего супруга или отрицательно отзываться о его или ее новом партнере, демонстрируя свое раздражение. Если вас пригласили на свадьбу бывшего супруга, а это не редкость, вам решать, стоит ли соглашаться. Однако разумнее всего отказаться от приглашения. Даже если бывшим мужу и жене удалось сохранить добротердечные отношения, обычно в обществе не принято, чтобы бывшие супруги присутствовали при церемонии повторного бракосочетания друг друга. Ведь присутствие экс-мужа или жены может создать на торжестве обстановку неловкости. А вот ответить на приглашение нужно обязательно. При выборе свадебного подарка проявите умеренность и благоразумие. Стоит соблюдать те же правила, что и для любой другой свадьбы. Никаких шуточных подарков или подношений с намеками о счастливом прошлом. Если один из супругов был против развода, то может лелеять надежда на примирение. В таких случаях его поведение бывает довольно противоречивым и непоследовательным. С одной стороны, на словах он всячески подталкивает бывшего спутника жизни к окончательному разрыву отношений, а с другой на деле находит любые поводы, чтобы не прекращать общение, помимо тех обязательных встреч, которые связаны с детьми. Очень важно с самого начала четко определить характер постсупружеских отношений и неукоснительно придерживаться установленных правил. Не следует мириться с неожиданными визитами без предварительного предупреждения или паническими телефонными звонками из-за такой мелочи, как, допустим, поломка обогревателя. Независимо от достигнутой договоренности относительно опеки над детьми и времени посещений, необходимо точно соблюдать установленный порядок. Следует проявлять чуткость и участие, заранее готовить детей к приходу второго родителя, а после свидания с детьми всегда привозить их домой в назначенное время и заблаговременно обсуждать любые возможные изменения в расписании визитов. Несмотря на огромное многообразие, современные семьи объединяют общие основополагающие ценности. Взаимная любовь и уважение, забота о благополучии остальных членов семьи, чувство личной ответственности, верность семейным традициям. Уважение мало значит, если его не проявляют в повседневной жизни. Когда наступают тяжелые времена или в семье происходит кризис, не следует считать, что степень причастности к семейным событиям или интенсивность переживаний напрямую зависит от близости родства. Очень часто близких и дальних родственников объединяет сильная искренняя привязанность независимо от их положения в родословной семье. Кровные узы вовсе не единственное, что связывает людей. Ко всем членам семьи независимо от степени родства следует относиться с должным почтением и вниманием. Правила хорошего тона требуют вежливо и любезно вести себя со всеми родственниками, в том числе и дальними. Этикет неотделим от активных действий. Недостаточно просто знать правила хорошего тона. Вежливость обретает смысл, только если находит поплощение в повседневном поведении, а не носит показной характер из корыстных побуждений. Владение нормами правильного поведения приносит человеку неоценимую пользу, даже если он сам этого не осознает. Например, зная, что предпринять в новой для себя или трудной ситуации, любой из нас ощущает больше уверенность в собственных силах. У неизменно вежливого и внимательного человека всегда хорошая репутация. И, наконец, приверженцы этикета неизмеримо обогащают свой собственный духовный мир, неся добро и свет людям. То ни с чем не сравнимое, совершенно особенное теплое чувство, которое испытываешь, проявляя доброту по отношению к окружающим, вероятно, является самым мощным стимулом, побуждающим нас запоминать и применять на практике приемы благовоспитанного поведения, называемые этикетом. Передачей о семейном этикете я завершаю наш цикл дворянское воспитание. Надеюсь, нам с вами удалось вместе провести немало приятных и полезных минут. Желаю вам встреч только с приятными, воспитанными людьми. И, конечно же, желаю быть достойными этих встреч. А с вами была я, Юлия Дубинская. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин